Свет миру Евангелие от Иоанна, 8 глава с 12 по 20 стих Опять говорил Иисус к народу и сказал им «Я – свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина». Иисус сказал им в ответ «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинное. «Я сам свидетельствую о себе». И свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Тогда сказали ему «Где твой Отец?» Иисус отвечал «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Размышления, часть первая. Идти за светом жизни. Евангелие от Иоанна, 8 глава с 12 по 14 стих. Этот разговор, скорее всего, происходил во время праздника поставления кущей. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 1 по 8 главу, по 1 стих. Во время праздника на женском дворе храма разжигали четыре огромных светильника, и их сияние распространялось на близлежащие улицы Иерусалима. В такой обстановке Иисус и говорит «Я свет миру», стих 12. Учитывая обстоятельства, это звучит очень вызывающе. Следовать за светом миру значит иметь свет, дающий жизнь. Религиозные власти тут же оспаривают это дерзкое заявление. Неудивительно, что и сегодня эти слова Иисуса встречают в штыке. Задача христианства верно свидетельствовать о свете, жизнью, полной любви, святости, верности и смирения. Как ваша жизнь несет свидетельство о Христе людям вокруг? Как ваши слова и дела могли бы указать людям на свет миру, чтобы они тоже познали свет жизни? Размышления, часть 2. Сила совместного свидетельства. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 15 по 20 стих. По уидейскому закону для подтверждения истины необходимо не менее двух свидетелей. Хотя мы можем и должны свидетельствовать о Христе лично, когда мы свидетельствуем вместе, есть сила, которой нет, когда мы делаем это поодиночке. Не случайно Иисус собирает учеников в команду и отправляет их парами. Евангелие от Луки, 10 глава. Посылает в мир с великим поручением целую церковь. Евангелие от Матфея, 28 глава. А на тайной вечере говорит, что мир узнает его учеников, если они будут любить друг друга. то есть через их совместное свидетельство. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. К сожалению, мы часто пренебрегаем силой общего свидетельства и результат не оправдывает ожиданий Иисуса. молитва. Что если бы вы познакомили своих неверующих друзей со своими друзьями христианами? Насколько естественнее было бы благовестие в такой среде, где люди Божьи вместе совершают его? Молитва. Отец Небесный, ты радуешься, когда в твоем народе есть любовь друг к другу, потому что ты знаешь, что это сильное свидетельство для мира. Пожалуйста, помоги мне быть катализатором такого общего свидетельства в своей церкви, чтобы мир мог увидеть твою благость. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Аминь.